Как решится вопрос перевозки украинского зерна и какие решения будут приняты по Украине? Об этом говорили главы России и Франции в состоявшемся телефонном разговоре. В ходе переговоров был проведен подробный обмен мнениями по ситуации в этой стране с упором на вопрос обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Напомним, что в ночь на 11 сентября работа всех блоков Запорожской АЭС, контролируемой российскими войсками, была остановлена. Украинский энергоатом сообщил, что последний работающий энергоблок начали готовить к переводу в холодное состояние. Это решение было принято из-за повреждения всех линий электрообеспечения станции в результате обстрелов, а также недостаточного ресурса работы дизель-генераторов для предотвращения аварийных ситуаций. В ходе обращения президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход боевых действий, заявил, что в результате контрнаступления украинские военные отбили 30 населенных пунктов на Харьковщине. По словам украинского лидера, в рамках активных действий с начала сентября вооруженные силы Украины вернули контроль над более чем двумя тысячами километров территории страны. Украинские СМИ сообщили о том, что над горсоветом города Изюм установлен украинский флаг. «Продвижение наших солдат по различным направлениям фронта продолжается. Так, с начала сентября было освобождено около двух тысяч километров нашей территории. Оккупантам нет и не будет места в Украине. Я благодарен бойцам 214-го отдельного стрелкового батальона за обеспечение безопасности ситуации в Балаклее, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, сил специальных операций, спецназ национальной гвардии и милиции вернули полный контроль над городом». Тем временем Москва отрицает продвижение украинских войск в Харьковской области, называя это перегруппировкой для наращивания усилий в Донецком направлении. Как отметил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков, операция по свертыванию контингента продолжалась три дня. «В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии». Ранее президент США Джо Байден заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области Украины находится в развитии, а потому он никак не может это комментировать. По словам главы Белого дома, его ежедневно оповещают о новых продвижениях украинских военных на фронте. В свою очередь, глава МИД Германии Анна Лена Бербак заявила, что ФРГ продолжит поставлять Украине военную помощь, включая оружие. Об этом глава германского ведомства сообщила в интервью с журналистом во время своего визита в Киев. Продолжение следует...